Суббота 10 часов утра. Свои двери открывает школа номер 28, куда в полном составе приехали работать с населением представители различных ведомств города. Кабинеты и классы заняли директора управляющих компаний Старых Химок, руководители дорожных и коммунальных служб, заместители главы администрации города и депутаты. Прием для граждан устроила глава Химок Дмитрий Волошин. Задача представителей администрации – решить вопросы и прислушаться к пожеланиям людей. На прием к Дмитрию Волошину обратилась жительница дома на улице Калинина, 13. У нас все хорошо, чисто тепло и сухо. Но без вашей помощи в двух вопросах нам никак не справиться. Химчанка рассказала, что минувшие зимой в результате рекордных снегопадов были повреждены водосточные трубы в доме. Дмитрий Волошин дал распоряжение не затягивать с ремонтом. До начала месячника у вас все должно быть отремонтировано, восстановлено. И поручаю вам лично приехать и посмотреть, и пройти вместе с Елена Венианимовна, и посмотреть вдвоем, значит, все ли нормально, все ли в порядке. И вы убедитесь, как директор заодно, потому что у вас все нормально. Договорились? Спасибо. А в остальном-то все хорошо? Не за что. Заходите в гости к нам, соседи, через дорогу. И за библиотеку спасибо большое. Да, нравится вам, да? Мы очень старались. Да, да, это правда. Это наше лицо. Сейчас будем в других районах делать. Следом к главе обратилась жительница одного из домов в Старых Химках, рядом с которым планируют возводить ЖК Речной. Люди опасаются, что из-за нового дома в микрорайоне будут проблемы с транспортом и социальной инфраструктурой. Нам нужно, как говорится, понятно, какое-то найти решение, потому что вы сами знаете, что строительство – это не какая-то там свечка, это 1200 квартир. Вы абсолютно правы, действительно, строительство будет, безусловно, развиваться, жилищное, но только те площадки, на которых действительно это возможно, и это не будет никому мешать. Ну, в целом, если говорить о городе, если конкретно о проекте ЖК Речной, будет параметр дома такой, который даст возможность улучшить там качество жизни. Мы определимся в случае, если будет транспорт и будет социалка. Если их не будет, ну, значит, не будет. То есть, если вам улучшат условия жизни, качество, вы же поддержите. Если вам их ухудшат, вы их не поддержите. Просто же все. Мы не на стороне застройщиков, мы на стороне жителей. Параллельно с главой ХИМОК прием вели и депутаты Совета депутатов. Народные избранники консультировали людей по вопросам помощи бизнесу, установок камер видеонаблюдения, устройства детей в школы и детские сады. К депутату Татьяне Кавторевой обратилась химчатка с вопросом, как устроить обоих детей в один детский сад. Сделать это самостоятельно у женщины не получилось. Вначале, когда мы оформляли документы, получается, подавали на госуслугах, у меня не получилось выбрать 20-й сад, и я выбрала тот, который мне выдала программа. И вот сейчас мне нужно просто эту маленькую проблему решить. Женщине объяснили алгоритм действий и какие документы необходимо подписать. Если ребенок посещает одно дошкольное учреждение, то второй ребенок имеет возможность и приоритет, конечно, зачисления в данное учреждение тоже. Мама, к сожалению, не знала алгоритм действий, не знала, что ей нужно делать и какие писать формы заявлений, куда обращаться. Я ей сегодня непосредственно все объяснила. Больше всего вопросов у людей накопилось в сфере ЖКХ. Химчаны интересовали платежи за отопление, сроки капитального ремонта и тема благоустройства. Здесь на вопросы ответили руководители управляющих компаний. Все пересмотрят, и все вернут, и все перерассчитают. Мы им пока верим. Адрес и точное время проведения следующей выездной администрации можно узнать в телеграм-канале Дмитрия Волошина и на сайте администрации городского округа Химки.